Всем-всем привет, с вами Клеопатра! В сегодняшнем видео мы поговорим о первом снэкпике грядущего обновления в Clash of Clans, и я расскажу в подробностях все, что нужно знать о механике атак в новой деревне строителя. А если ты устал от постоянной смены клана и неактива, то советую заглянуть в клан 14 уровня Командос. Вход в клан открыт, начиная от 12-й ратуши для общительных клэшеров с чувством юмора. Коллектив клана взрослый, поэтому если тебе 20 лет и более, то точно будет о чем поговорить вечерком, лежа на диване после работы или учебы. Ребята играют в свое удовольствие и не будут нагружать лишними правилами или обязательствами, но при этом всегда помогут с донатом, с советом и даже подарят призы в ежемесячных розыгрышах. Ну а тег клана Командос, как всегда, в описании к выпуску. Последние несколько месяцев разработчики Clash of Clans делились с нами информацией об обновленной деревне строителя. И действительно, изменений очень много. И прежде всего мы с вами начнем с внешнего вида базы. Теперь в деревне строителя 2.0 у нас не одна расстановка, а целых две. Причем каждая из них выглядит по-своему. Но они объединены вот таким проходом между первой базой и второй. И если на первой деревне у нас все зеленое, как мы с вами привыкли, то на второй деревне все в голубых оттенках. Базы здесь довольно миниатюрные. И как я рассказывала в предыдущих выпусках, наш деф, который раньше содержался в одной расстановке, как бы разделился пополам. Теперь кусочек есть на первой базе и кусочек на второй. Это связано с полной переработкой концепции атак на ДС, о которой мы поговорим немного позже. Ну а пока что давайте взглянем, как выглядит окружение на каждой из баз. Как я уже сказала, на второй базе все в голубых-синих тонах. Кроме этого, есть интересные моменты в виде щупалец. А вот на первой базе все для нас достаточно привычно. Это зеленые тона, елочки, примерно все то, что у нас было в первой деревне строителя. Деревне строителя 1.0. И пока мы с вами рассматривали базы, я уверена, вы заметили много всего интересного. Поэтому давайте обо всем по порядку. Прежде всего начнем с первой базы и посмотрим на боевую машину. Она, помимо того, что получила 3D вид, имеет также некоторые изменения в своей способности. До 20 уровня боевая машина в целом остается прежней. А вот начиная с 20 левла, при каждой прокачке на плюс 5 уровней, у вас будет прокачиваться и способность электрический молоток. При этом вы будете получать разные уровни заряда. Первый, второй и третий. В зависимости от уровня заряда вы будете наносить не только больше урона и восстанавливать больше здоровья, но еще и атаковать сразу несколько целей. На первом уровне одна цель, на втором уровне две и на третьем уровне три цели. Итак, давайте посмотрим на геймплей, как это все будет работать. Сейчас я высаживаю свою боевую машину и у меня сразу есть возможность ее поражать. Она у меня наносит урон. Урон проходит по одному строению. Все, в принципе, так же, как это было до обновления. Теперь мы ждем, пока у нас зарядится способность до второй полосочки. Это будет говорить о том, что мы можем воспользоваться зарядом второго уровня. Вот сейчас я уже могу прожать первый, но мы хотим немножко еще подождать, пока у нас накопится второй левел. Ждем, пока полосочка над головой машины станет не голубой, а фиолетовой. Это говорит о том, что второй заряд уже готов. Вот сейчас я использую прожатие машины и заодно зацепляю пушку, потому что машина на втором заряде атакует по двум строениям, как бы цепной атакой. Помимо этого, машина отхилилась гораздо лучше, чем она это сделала при первом заряде. Теперь давайте дождемся момента, когда у нас зарядятся все три полосочки для того, чтобы протестировать третий заряд. На это нам понадобится больше времени, потому что чем дольше мы ждем, чтобы использовать способность машины, тем выше уровень заряда мы получим. Третий уровень заряда является максимальным, самым мощным, но вы можете сами контролировать, в какой момент вам использовать какой заряд. То есть вы можете прожаться прямо сейчас и получить вот такой сильный заряд по нескольким строениям и максимальный отхил, либо же прожаться при первом или втором заряде, если вам нужно это сделать прямо в текущий момент. То есть у вас теперь больше контроля над самой атакой. На второй базе также появляется новый герой, и это боевой вертолет. Он будет доступен начиная с ДС-8, и сразу при покупке вы получите боевой вертолет 15 уровня. То есть вам не нужно его будет прокачивать с первого, как это происходит обычно. Вы в магазине сразу покупаете вертолет 15 левла и качаете его дальше. Стоимость вертолета составит 2,5 миллиона эликсира из деревни строителя. И как уже понятно по названию, боевой вертолет это летающая машина, которая позволяет нам атаковать как по земле, так и по воздуху, и при этом наносит удар точечно по одиночной цели. Что касается ее способности, то называется она авиабомба. Эта способность также имеет несколько уровней заряда, в зависимости от того, какого уровня у вас боевой вертолет. И с каждым разом вы будете получать не только больше урона и восстановления здоровья, но и больше радиус действия, потому что боевой вертолет как бы сбрасывает большую бомбу, и чем выше у вас уровень заряда, тем больше клеток охватывает эта бомба. Ну что ж, давайте смотреть, как это работает. И да, прямо в бою, если у вас есть две открытые машины, вы можете менять их в зависимости от того, что вам нужно под данную базу. Сейчас я выпускаю боевой вертолет, и давайте сразу дождемся, когда он накопит на третий уровень. Перемещается он довольно бодро, стреляет тоже быстро, но при этом имеет не такой большой радиус по атаке, как бы нам хотелось, потому что башня лучниц, когда он к ней подлетает, сразу до него достает. Очевидно, что боевой вертолет, в отличие от боевой машины, будет хорош для уничтожения наземного дефа, то есть на тех базах, где воздушки минимум. И вот сейчас мы накопили на третий уровень заряда, давайте поражмем. Боевой вертолет делает рыву в сторону того строения, которое было под атакой, и при этом скидывает большую бомбу. Теперь давайте посмотрим, как работает заряд первого и второго уровня. Очевидно, тут радиус будет гораздо меньше и менее впечатляет. Снова мы делаем рывок, скидывает маленькую бомбочку, она действительно наносит дамаг, но в сравнении с третьим уровнем, конечно, тут разница заметна. Ну и теперь постараемся накопить на второй левел, чтобы протестировать и его. Очевидно, что, как и в случае с боевой машиной, третий уровень заряда, конечно, самый классный. Вы наносите максимум вообще дамага, который может сделать ваша машина. Так и в случае с боевым вертолетом, вы наносите дамаг по самой большой области, значит, зацепляете несколько строений. И вот сейчас второй левел есть, я прожимаю, и область здесь уже, конечно, поприятнее, чем на первом уровне. То есть первый уровень заряда самый минимальный, и больше подходит не для того, чтобы нанести много урона, а для того, чтобы экстренно подлечить ваш боевой вертолет, чтобы он у вас не погиб во время боя. Мне в целом эта машина понравилась, она довольно классная, опять же, для тех расстановок, где будет минимум воздушного дефа. Она может очень хорошо помочь. На второй базе деревни строителя есть свое собственное главное здание. По аналогии с домом строителя здесь есть аванпост Отто. Он выполняет такие же функции, как и дом строителя на первой базе. Но при этом у этого строения есть свои собственные войска, которые находятся внутри. Аванпост Отто открывается, начиная с дома строителя шестого уровня, поскольку именно на шестом левле у вас появляется вторая база. То есть все ДСки до ДС-6 не имеют второй расстановки, и появляется она только на ДС-6 вместе с аванпостом Отто. Соответственно, внутри, как я и сказала, находятся некоторые юниты, а именно мини-генераторы. Если вы играли в Clash Royale, это также игра от компании Supercell, то вы наверняка знаете, что это такое и как работает. Если нет, то сейчас на геймплее посмотрим. Это такие небольшие персонажи, которые атакуют как по земле, так и по воздуху, электричеством, и при этом не имеют очень много здоровья, не наносят много урона, но тем не менее войска на них отвлекаются. Мини-генераторы появляются на месте уничтожения аванпоста Отто и требуют на себя внимания, чтобы с ними тоже разобрались. Еще один интересный момент – это лагеря на второй деревне. Если вы приглядитесь к ним, то увидите, что они разные. И дело не в том, что это лагеря разного уровня, а в том, что это действительно два разных строения. У нас есть военный лагерь, а есть лагерь подкрепления. Так в чем же разница? Военный лагерь, как и раньше, это место, где у нас собраны юниты. То есть все, как было в деревне строителя, как есть в родной деревне, все то же самое и осталось. А вот лагерь подкрепления – это кое-что более интересное. В лагере подкрепления находятся дополнительные войска, которые будут доступны только на второй стадии атаки. Соответственно, на первой стадии вы используете войска из обычного лагеря, а на второй стадии берете войска из лагеря подкрепления. При этом лагерь открывается на ДС-6, потому что появляется вторая деревня, и второй лагерь подкрепления будет доступен на ДС-9. Еще одно новое здание также появляется в деревне строителя – это исцеляющая хижина. И нет, она не готовит заклинания. Она позволяет вылечивать ваших юнитов, которые остались в живых. И опять же, это очень помогает, когда вы завершаете первый этап атаки и переходите ко второму этапу. С помощью исцеляющей хижины, чем выше она у вас прокачена по уровню, тем больше процентов здоровья получат ваши выжившие юниты. Сейчас на геймплее все посмотрим и изучим, как работает. И исцеляющая хижина также открывается, начиная с деревни строителя 6 уровня. Теперь супер приятный момент для всех любителей строить базы. Раньше на деревне строителя нельзя было взять одну конкретную заборинку и поставить, куда вам нужно. Вам нужно было перемещать целый ряд, который состоял минимум из 5 сегментов. Теперь стены строителя больше не состоят из 5 сегментов и представляют собой отдельные заборинки по аналогии с родной деревней, что дает нам больше гибкости при постройке различных баз, и теперь базы на деске не будут такими квадратными и прямоугольными, как они были раньше. А как теперь вообще редактировать базы и строить свои собственные, ведь у нас теперь две расстановки. Это делается также через редактор планировок, но при этом у нас тут появилось много новой информации. Например, на второй стадии мы видим, что максимально возможное количество размещенных стен – это 100 сегментов. При этом количество дефа, которое максимум может быть на второй стадии – это 13. И такая информация есть по каждому типу строения. То есть, например, золотохранилище на второй стадии может быть только одно. Вы физически не сможете поставить второе, даже если вам очень захочется. То же самое касается и первой стадии. Здесь также есть свои ограничения. И вы видите, что внизу некоторые строения у меня подсвечены серым цветом, но при этом они становятся голубыми, когда мы переносим их на вторую деревню. Это говорит о том, что некоторые здания мы можем поставить только в определенной деревне и не можем поставить другой. Например, алтарь боевого вертолета, даже если очень хочется, разместить на первой стадии не получится. Его можно поставить только во второй стадии. А вот дом строителя нельзя будет запихнуть во вторую. Он будет стоять только в первой. Такие ограничения есть не на все строения, но на некоторые специфические, которые должны располагаться именно в определенной стадии. Во всем остальном вы можете свободно проектировать такие расстановки, которые вам нравятся. При этом нет ограничения на тип дефа. То есть вы можете сделать одну базу полностью воздушной, вторую полностью наземной. Или как-то миксовать деф. С базами и машинами мы разобрались. Теперь давайте пройдемся по юнитам, потому что некоторые получили дополнительные способности, которых раньше не было. Варвар остался таким же, каким мы его знаем. У него есть ярость, которая увеличивает скорость урон в первые 18 секунд. Другой способности нет. С лучницей такая же история. У нее есть инвиз на первые 9 секунд. Другой способности также для нее нет. А вот с гигантом ситуация поинтереснее. У него есть активная способность, боксерский блок, который позволяет при активации способности заблокировать любой урон на 7,5 секунд. Проще говоря, гигант становится неуязвимым. Также у него есть пассивная способность. Первая атака наносит 1150 единиц урона. У миньона нет активной способности, так что для него все осталось прежним. Первые атаки у него проходят быстрее, летят дальше и наносят больше урона. С подрывником ситуация еще интереснее, чем с гигантом. Если у гиганта способность можно юзать один раз и все на этом, то бомбер может каждые 22 секунды использовать способность, при котором у него бомбочка отскакивает и наносит урон с каждым ударом, как у боулера. У дракончика появляется возможность выплескивать огонь по конусообразной траектории, которая при этом наносит еще урон по области. Но в качестве пассивной способности, как и раньше, не нужно сажать дракончика рядом с другими воздушными юнитами, потому что вы теряете увеличение урона на 90%. У пушки появляется способность, которую вы можете активировать неограниченное количество раз, а именно смена режима. Пушка превращается в мортиру и стреляет с большей дальностью, чем в обычном виде. При этом перерыв составляет меньше одной секунды, то есть практически постоянно вы можете менять режим пушки прямо в бою. Ведьма получает доступ к очень агрессивным летучим мышам, потому что при активации своей способности у вас появляется 8 особо злых летучих мышей, которые, конечно, атакуют гораздо эффективнее, чем обычные мышки. У скелетоносца появляется большая бомба, которая наносит достаточно много урона, уничтожает стены и при этом выпускает скелетиков при активации этой бомбы. При активации способности Пека взрывается и при этом наносит много дамага. И наконец, садник на дельтаплане, который, как и раньше, при столкновении оглушает цель на 5 секунд. Теперь давайте на практике посмотрим, как работают способности каждого юнита. Прежде всего, стоит отметить, что теперь у нас в лагерях не целая толпа варваров, лучницы других юнитов, а очень малое ограниченное количество. У нас в одном лагере теперь 4 варвара, 4 лучницы, 4 мухи, 2 кабанчика, а всех остальных юнитов всего лишь по одному. Это делает использование каждого юнита гораздо более осмысленным, и каждого юнита делает более важным участником вашей битвы. При этом каждый единичный юнит имеет свою цифру, для того, чтобы вы проще понимали, кто где находится. Вот сейчас я высадила гиганта, он под цифрой 3, и бомбера под цифрой 5. Они пока что просто атакуют без прожатия своих способностей. А вот теперь я прижимаю способность бомбера, и она начинает у него восстанавливаться. Когда способность восстановится, а об этом будет говорить синяя полосочка над самим бомбером, то я смогу использовать ее снова. Чего не скажешь о гиганте. Я использовала щит, он не получал в этот момент урона, но больше этот щит использовать я не смогу. То есть у гиганта способность как бы одноразовая. Муха как варвар, лучница и кабанчик не имеют цифр над своей головой, потому что за ними не нужно следить для прожатия способности. У них нет этих способностей. А вот у мини-дракончика сейчас циферка 6, потому что он находится в 6 лагере. И при прожатии его способности я получаю достаточно большой широкий урон по области, но опять же, как и в случае с гигантом, эта способность одноразовая. У нее нет времени восстановления. Один раз использовали, второй не будет. Теперь посмотрим на геймплей пушки. Изначально, когда вы ее высаживаете, вы видите некую область, которая позволяет вам сориентироваться и понять, до какого момента у вас будет долетать ядро мортиры. В нужный момент вы останавливаете пушку, просто нажимая на нее, и она превращается в мортиру. Но если она не видит рядом ничего, что можно бить, она так и будет стоять со значком вопроса в ожидании, когда же можно пойти воевать дальше. Поэтому вы снова ее прожимаете, она подъезжает к нужному строению, и снова нажимаете на саму пушку, для того, чтобы получить вид мортиры. И так делайте до того момента, пока вам это необходимо. Кулдаун у пушки всего лишь 0,8 секунд, то есть меньше 1 секунды, соответственно, вы можете постоянно так делать в течение боя. Единственное, конечно, что мне не понравилось у этой механики, что пушка все-таки подпадает под урон от башни лучниц, например. То есть сильно далеко ее не высадишь, а то так можно было бы издали всю базу снести. Что касается ведьмы, то она единоразово прожимается, и у нас появляются агрессивные летучие мыши. Не могу сказать, что они прям дико имбовые, но в некоторых ситуациях они могут быть полезны, чтобы быстренько добить какой-то особо неприятный деф. Теперь посмотрим на шарик. Мы его высаживаем и наблюдаем за способностью. Когда мы прожимаем шарик, опять же способность единоразовая, мы получаем большую бомбу, и у нас сразу вываливается много скелетов. Эта бомба наносит урон по области и даже ломает заборы, что в целом достаточно прикольно, если миксовать воздух и землю. Пека при прожатии своей способности подпрыгивает на месте и наносит урон по области. Ну а кабанчик, которого я тут не включила, делает все то же самое, что и делал в деревне строителя 1.0. Кстати, если вы потеряли какой-то отряд на поле боя, то вы можете зажать его иконку, но при этом не отжимать палец, и тогда этот юнит будет подсвечиваться красным, и вы сможете быстро его найти. Ну а теперь давайте сходим в полноценную атаку и посмотрим, как это все будет работать. Итак, изначально я вижу только одну базу, что на второй базе я не знаю и посмотреть заранее не могу. Глядя на первую базу, мне нужно подобрать максимально выгодную для меня армию и машину. Почему именно так? Потому что те юниты, которые будут не использованы, автоматически переходят на второй этап. То есть, чем больше юнитов вы не используете, тем проще вам будет снести вторую базу. Те юниты, которые погибли во время первой атаки, ко второму этапу уже не дойдут, то есть они на втором этапе у вас не появятся. Ну а те юниты, которые были использованы в первой атаке, но выжили, возможно, даже с минимальным количеством хп, получат небольшое восстановление. И за это как раз-таки отвечает исцеляющая хижина. Чем выше уровень исцеляющей хижины, тем больше здоровья восстановят ваши поврежденные юниты из первого этапа. Если у вас открыто два героя, то перед началом атаки можно выбрать, чем будем играть. Либо боевой машиной, либо боевым вертолетом. Если у вас машина погибает во время первого боя, то ко второму бою она уже не может быть использована. Соответственно, если у вас всего одна машина, и вы потеряли ее в первом бою, то второй бой будете играть без машины. Если же у вас две машины, то ко второму бою у вас не будет выбора по машинам, вы возьмете именно вторую, потому что других вариантов у вас не остается. Если же ваша машина из первого боя выжила, но при этом имеет не фуловое здоровье, то она под конец атаки как бы автоматически прожмется, исцелив себе то количество здоровья, сколько зарядов у вас накоплено. То есть, если накоплено три заряда, вы получите максимальное исцеление по машине, как будто вы прожали эту машину. Соответственно, в бой вы пойдете уже с большим количеством хп, если выберете именно эту машину, которая у вас и была в первой атаке. В общем, история с машиной чем-то похожа на исцеление юнитов после перехода ко второму этапу. После первой атаки у меня на карте в живых остались гигант, ведьма, бомбер и лучница. При этом у всех способности уже отработали, и возвращены они не будут на второй атаке. То есть, юниты сохранились, но способности у них заюзаны, с исключением бомбера, у которого способность восстанавливается через время. Перейдя через дверьку на второй этап, у меня юниты отхилились, и теперь я могу воспользоваться лагерем подкрепления. Это последний лагерь, рядом с которым есть стрелочки. То есть, здесь я могу выбрать тех юнитов, которые мне нужны для моей остаточной армии, чтобы снести вот эту базу. По героям у меня выбора нет, потому что моя осадная машина погибла, поэтому я могу воспользоваться только вертолетом. При этом, если бы некоторые лагеря у меня вообще не были использованы в первой атаке, то есть, я бы не высаживала их на карту, то у меня была бы тоже возможность поменять этих юнитов. Возможно, они не подходят под эту вторую базу, и если я ими не пользовалась, то я могу их изменить. Ну а если они уже были использованы, то тогда поменять не получится. Подводя итог, вы видите, что атаки на деревне строителя 2.0 совсем другие, нежели чем были на деревне строителя 1.0. Здесь каждый юнит действительно на вес золота и очень важен, причем не только для первой атаки, но и для второй, потому что вы не знаете, какая база вас ждет впереди. И вам нужно продумать свою атаку так, чтобы не только снести первый этап, но еще и сохранить в живых как можно больше юнитов. Ведь чем больше звезд вы выбиваете при атаке, тем больше золота строителя вы сможете получить. А алексир строителя вы будете получать при успешных защитах. Но об этом подробнее я расскажу уже в следующем сникпике, как и о новых трофейных лигах. Так что обязательно оставайтесь на канале, чтобы ничего не пропустить. А в комментариях напишите, как вам геймплей новой ДС. А я же хочу поблагодарить спонсоров канала. Янис, Дрэгон Айк и Сергей. За помощь и поддержку, особенно сейчас, в период отключения монетизации. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной. Доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале. След в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А к лэшерам дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску, не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока.